В преддверии празднования 31-й годовщины независимости нашей республики, которая в этом году отмечается под девизом «Янги узбекистонда эль-Азиз инсон Азиз Фергане» состоялось мероприятие в честь представителей старшего поколения. В повестке дня выступления творческих коллективов, тёплые беседы, а также церемонии награждения самых активных. В их каждом взгляде, слове, свет многовековых традиций народа, мудрость. А жизненный путь – пример для молодёжи. Люди старшего поколения, а их в Ферганской области около 4 тысяч, всегда окружены вниманием и заботой. Только за 7 месяцев этого года проведено 4,5 тысячи различных мероприятий, направленных на их всестороннюю поддержку. В частности, навестили без малого 13,5 малообеспеченных, одиноких и имеющих инвалидность людей преклонного возраста и оказали социальную помощь ещё чуть менее 8,5 тысячам. 182-м отремонтировали жильё. Для 3 тысяч организовали экскурсии по республике, а 7 тысяч посетили места паломничества Ферганской области. Более 1400 инвалидов получили материальную помощь на 250 миллионов суммах. 347 протезно-ортопедические изделия. Сегодня люди старшего поколения поддержаны во всём. Будь то лечение или отдых в санаториях, проведение бесплатных операций, обеспечение жильём. То есть все вопросы в центре внимания нашего президента, который делает всё для достижения их согласия. На мероприятие, организованное по инициативе Министерства по поддержке Махалии старшего поколения, совместно с хакемиатом Ферганской области пригласили более 300 социально активных представителей старшего поколения различных национальностей, внёсших своим самоотверженным трудом достойный вклад в развитие страны. Осуществляющими свою деятельность в регионе национальными культурными центрами была представлена выставка изделий ремесленчества. Организовали книжную ярмарку. Искренний диалог продолжился за праздничным столом, в котором отмечалась важность реализуемых во всех сферах реформ, в основе которых человек и его интересы. Широкомасштабная работа, проводимая во главе с руководителем страны по всесторонней поддержке людей старшего поколения, повышению их уровня жизни, приумножая тем самым добрые традиции нашего многонационального народа. За плодотворный труд в сферах экономики, производства, науки и образования, культуры, здравоохранения и других направлений группа ветеранов области награждена нагрудным знаком Мехнат Фахриса первой, второй и третьей степени. Нет границ вниманию и заботе, любви руководителя страны, которые он проявляет людям старшего поколения. Вот с начала этого года проводится ряд мероприятий, направленных на возвеличивание чести и достоинства человека. И все это в основе проводимой широкомасштабной работы в стране, для того, чтобы люди жили счастливо и светом было озарено наше будущее. Не оставаясь в стороне от этих благих инициатив, мы и впредь будем вносить свой вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма, любви к родной земле. Теплые беседы отражают самое главное – мир и спокойствие, межнациональное согласие, толерантность, возможность трудиться во благо страны, развиваться, достигать новых высот. И важно не просто глубоко осознать, но и беречь этот бесценный дар. Наше общее богатство во имя сегодняшней счастливой жизни и будущего. Все получили массу ярких впечатлений от встречи, определяя новые планы и цели. А сколько их еще будет? Главное для их реализации есть все возможности, и это движение вперед всегда поддержано на самом высоком уровне. Музыкальная часть украсила мероприятие, поднимая настроение.